Минск – миллионный город. В Минске будет метро. Минск – миллионный город. Минск – миллионный город. Первый рейс и первый пассажир – президент. Неудивительно, что запуск нового тоннельного маршрута глава государства начал с рабочих вопросов. На подходе к станции Ковальская Слобода Александр Лукашенко встречает люди, ответственные за транспортное будущее всей столицы. А грандиозных планов на это самое будущее у Минска немало, в том числе дальнейшее развитие подземки. Мы в одну сторону пойдем или... Пока мы завершаем до Слудска выезда до кольцевой дороги, а потом будем двигаться в обратную сторону. Это мы закупали машину в России. Но машина, она вам здорово помогла, да? Конечно, она в пять раз увеличила производительность по сравнению с обычными нашими фитами. Открытие третьей линии метрополитена – хороший повод для президента проконтролировать, чем живет и дышит столица. Рабочий разговор с руководством города затронул зарплаты, работу промышленности, инфраструктуру. Блиц от главы государства для мэра Минска сюрпризом не стал. Показатели на хорошем уровне. По ценам по продовольственным товарам 102,7 по 9 месяцев. Планируем до конца года, что 103,2 мы удержим. Ведем постоянный контроль. Мы сейчас очень хорошо. Ярмарки пошли, там очень дешевая продукция. Мы продолжаем их проводить. Люди идут и… Молодцы, ярмарки надо проводить. Пенсионерам и инвалидам доставка на дом оказываем на наши подразделения. БРСМ помогает, разбойтим домой, техникой помогает. Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора. Они в данный момент оказались нашей опорой. Поэтому пенсионеру, ветерану, вот я вчера подписал указ о повышении им хоть немножко, но пенсий, так, чтобы реальные пенсии не упали. Так? Да, точно. Поэтому пенсионеры – это святое. Они не могут уже себе заработать больше денег. Они уже выработали свой срок, они выработались вообще. Поэтому мы их как-то должны поддерживать, как бы ни было тяжело. Но вернемся к главному событию дня. Третью ветку столичного метро открывают 4 из 17 станций. Ковальская Слобода, Вокзальная, Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Следующий этап – Слудское направление, где уже ведутся строительные работы. В 23-24 годах метрострой двинется в сторону Зеленого луга. В долгосрочной перспективе продлить первую синюю ветку неплохо и в Смолевическом направлении. А вместе с масштабным подземным апгрейдом президент поручил продумать варианты строительства в Минске наземного метро. Надо сейчас осваивать наземное метро. Опыт мировой есть. Допустим, в Минске подземное метро выходит на поверхность и дальше идет, как обычная электричка. Мы проработали эту возможность реализации проекта. Поэтому мы, в принципе, можем выходить за кольцевую дорогу и идти на городоспутники, если это нужно. Это нужно. Это давно об этом доживались. Нам надо выскочить, допустим, за уручий, выйти наверх и уходить с Милинички. По развитию остальных видов транспорта здесь перспективу видим развитие электротранспорта с учетом строительства атомной электростанции, с учетом экологии. В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо переводить спокойно, без каких-то целей, без временных каких-то показателей. Надо постепенно уходить, переходить на электротранспорт. Ибо травим людей. Ехать с Зайцем первому пассажиру не пристало. На входе новой станции Александра Лукашенко встречались с подарком. Пусть скромный на 20 поездок, зато именной проездной президент принял с улыбкой. Ковальская Слобода станция, с которой сегодня начался отчет пассажирской истории Зеленолужской линии. За строительство первой очереди взялись в 2014 году. Проект поистине грандиозный. Только первый его этап протяженностью более 4 километров. Это перегонные тоннели, пересадочные узлы и соединительные ветки. На перроне президента сегодня встречали те, кто в прямом смысле приложил руку к созданию линий. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто проектировал и строил этот объект. За скорость исполнения, за качество работы и соответствие современным стандартам. За эстетику оформления станций и глубокий смысл, заложенный их внешний облик. Это хочу отметить отдельно. Когда-то я требовал от метростроевцев десяток лет назад, чтобы мы под землей не создавали музеи. Это очень дорого. Мы и так платим по 80 миллионов долларов за каждый километр проходки. Если в целом взять отделку и проходку. Поэтому музеи создавать не надо. Но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы. Отдельно отмечу безопасность этой линии третьей. Она оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. Все сделано с заботой о пассажирах. Более трех тысяч человек было задействовано на строительстве первой очереди. Всем спасибо, кто строил. Вы настоящие создатели, ибо вы трудитесь во благо людей. Может быть, не все сегодня это оценят, но пройдет еще немного времени, и все это по достоинству оценят. В этот сложный год ничего не остановило нас. Ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом. Как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше. Так будет всегда. Даже если кому-то это не хочется. Если мы хотим быть суверенными и независимыми. Похвала президента полностью оправдана качеством работы строителей. А это более пяти тысяч специалистов разных отраслей. Результат впечатляет. Все процессы в новой подземке высокотехнологичны. Поезда нового поколения имеют интеллектуальную систему управления. Оплата проезда, пожарная безопасность и защитное ограждение. Все по последнему писку метростроительной моды. Уж такой подарок минской логистике горожане должны оценить. Особенно сейчас, когда слова «комфорт» и «безопасность» не сходят с уст белорусов. В это время такие государства, как мы, подобных объектов не создают. Таких, как вы, трудолюбивых, порядочных людей, в нашей стране абсолютное большинство. Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо нашего Майдана в красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать. Не забывайте, перемены – это серьезная ломка. Вопрос только в том, это будет ломка кардинальная или эволюционная, спокойная. К какой ломке вы готовы, та и будет. Сегодня современные и подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь нашей Беларуси пойдет дальше, к новым целям. Мы достроим третью ветку, на которой может быть до 17 станций. Моя мечта может быть хотя бы начать мегапроект по строительству четвертой линии метрополитена, кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта. Я думаю, вы знаете об этой идее. Мною давно поручено разработать этот проект. Продолжение следует... Продолжение следует...